Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал QWERTY, а меня зовут Владимир. Когда-то мы и представить себе не могли, что сможем разглядеть планеты у других звезд. А теперь мы можем своими глазами наблюдать таймлапс продолжительностью в целых 12 лет. На нем вы видите сразу 4 экзопланеты, вращающихся вокруг звезды HR 8799, расположенные в 130 световых годах от нас. Да, за этой звездой наблюдают давно. Это первая звезда, у которой было получено изображение планетной системы в 2008. У одной из ее планет в 2010-м зарегистрировали спектр, что было первым подобным событием в мире. Но даже сейчас возможности наших приборов ограничены, поэтому мы видим эти планеты во многом из-за того, что они гигантские, примерно в 10 раз массивнее Юпитера, и отстоят достаточно далеко от звезды. Таймлапс состоит из скорректированных изображений в инфракрасном спектре, полученных обсерваторией Кека на Гавайях. Изображения самой звезды, конечно, приглушены. Хочется верить, что предел возможностей приборов настанет еще не скоро, если вообще когда-нибудь настанет. Ну а наблюдать за тем, как человечество раздвигает пределы возможного, можно прямо здесь и сейчас, в выпуске самых интересных новостей науки за предыдущую неделю. И как обычно, все ссылки на источники и подробности в описании. Люди все реже работают совместно с представителями дикой природы. Попробуйте вспомнить и, может быть, даже указать в комментарии, пример, подобный тому, который я сейчас опишу. Он касается двух высших хищников этой планеты. В Бразилии вот уже 140 лет существует традиция совместной ловли кефалий между людьми и дельфинами. Исследования показывают, что выигрыш есть у обоих видов. При таком подходе рыбаки добывают в 4 раза больше рыбы, чем если бы они забрасывали невод без морских помощников. А вероятность успешной ловли так вообще поднимается в 17 раз. Дельфины, в свою очередь, питаются более плотно и повышают свою выживаемость на 13%. К огромному сожалению, статья оставила за бортом подробности возникновения такой коллаборации. Хотя, я думаю, она была бы достойна пера Хемингуэя или Хаггарда. Конечно же, свидетельства подобного сотрудничества человека и морских обитателей еще имеются. Но их становится все меньше и меньше. Вот карта подобных событий 20 века. Причем красные кружки – это исчезнувшие взаимодействия. В этих местах рыбаки отвергли традиции в пользу новых технологий. Либо рыба там просто исчезла. Мы же опишем, как происходит совместная рыбалка в крупных синих кружках на юго-востоке Бразилии. Для фиксации сотрудничества ученые использовали подводные камеры и дроны. Начинают все дельфины. Они сгоняют кефаль в плотные стаи и направляют их в сторону рыбаков. Когда кефаль подходит на нужное расстояние, от 4 до 12 метров, дельфины подают рыбакам сигнал. Могут хлопнуть хвостом, высунуться из воды или даже выпрыгнуть. Рыбаки, у которых сети уже наготове, бросают свои сети туда, куда им указывают дельфины. Интересно, что дельфины отслеживают действия рыбаков и начинают загон самостоятельно по их готовности. При этом фактически они играют ведущую роль. Хотя и рыбаки тоже могут выбирать, с кем сотрудничать, потому что качество сигналов у разных дельфинов может отличаться. Да, в статье об этом не сказано, но похоже, что у дельфинов есть определенные грейды по командной работе. Где-нибудь в трудовых книжках. В любом случае, рыбаки учатся этому способу рыбалки у своих отцов. А дельфины, ну, видимо, тоже. Ведь они умеют перенимать друг у друга поведенческие навыки в сложных взаимодействиях, направленных на сотрудничество, а не на конфликты. Хорошо было бы, если бы мы умели делать так же. Сейчас будем говорить про графен. Удивительный материал, даже лишних слов про него не нужно. Экспериментируют с ним во всех направлениях и постоянно совершают открытия. Например, из графеновых плоскостей можно свернуть нанотрубки. Тоже потрясающие структуры, им нашли множество применений. Один из поставленных с нанотрубками экспериментов был такой. Попробовать скрутить жгуты из нанотрубок. Это делали еще в 2017 году. Такие жгуты назвали твистронами и выяснили, что в них может образовываться электричество при их растягивании или дальнейшем скручивании. До 8% механической энергии твистроны превращали в электрическую. Вполне логичными были попытки развития этой серии опытов. Если одна нить дает некоторый эффект, то значит нужно взять несколько нитей, сплести из них косички, вставить в них сердцевину или что-то подобное. Получились вот такие конфигурации нитей, которые подвергли испытаниям. Самое лучшее плетение по своим характеристикам это три нити, закрученные в одну сторону. В таком состоянии такой тросик может превращать в электроэнергию 17% от передающейся ему энергии растяжения и 22% энергии скручивания. То есть та энергия, которая обычно просто рассеивается в пространстве, может быть хотя бы частично собрана и направлена на полезное действие. На он приходит несколько вариантов использования таких нитей. В первую очередь это ткани, в которые можно вплетать нанотрубочные нити и собирать с них энергию для носимой электроники во время растягивания или сжимания волокон. Во вторую, размещать поплавки с такими нитями в областях морских волнений. Эксперимент с поплавком и запасающим энергию конденсатором был успешен в лабораторных условиях, вот в таком дизайне. Интересно, что принцип действия этих нитей до конца непонятен. При их растягивании, вместо того, чтобы становиться менее плотными, они становятся более плотными, и именно это вносит вклад в генерацию энергии. Так что что-то мне подсказывает, что эта история еще не окончена. Раз уж заговорили о практически применимых изобретениях, то вот еще одно. Оно помогает сократить расходы на обогрев или наоборот охлаждение наших жилищ. Ведь известно, что огромное количество потерь тепла или наоборот нагрев в жаркие дни происходит через прозрачные окна. Просто они не умеют работать с разными диапазонами света, и уж если пропускают, то все подряд. Физики часто экспериментируют с напылениями, покрытиями, автозатемнением. Но далеко не всегда эти решения оптимальны. Новый вариант оптимизации стекол был подсмотрен у осьминогов, чья кожа содержит несколько слоев пигментных клеток, хроматофоров, за счет чего очень быстро меняют свою окраску, иногда даже текстуру. В новом оконном стекле работает такая же структура. Есть несколько слоев из прозрачного пластика, между которыми размещены тонкие капиллярные трубочки, диаметром около 1 мм. Они содержат пигментные растворы. Каждый слой имеет свой состав. Один слой может блокировать ближний инфракрасный диапазон, другой – видимый свет и так далее. Ток жидкости в этих слоях можно регулировать в зависимости от внешних условий. Например, не пропуская внешнюю жару внутрь летом, а зимой пуская и видимый, и инфракрасный свет. Так, даже при однослойном стекле с блокировкой ближнего инфракрасного света, экономия энергии в жилище достигает 25%, а с двумя слоями – уже 50%. Интересный, причем весьма удобный в управлении способ полного контроля за оптическими свойствами наших окон, и вполне возможно его получится масштабировать и применить при полном покрытии зданий. Я предполагаю, что в общих чертах наши зрители знакомы со вторым законом термодинамики и принципом квантовой запутанности, ну, по крайней мере, с чем-то одним из них, поэтому не будем слишком углубляться в предысторию. Второй закон термодинамики неумолим. Энтропия в изолированной системе, не имеющей приток энергии извне, не убывает. В этом законе можно разглядеть стрелу времени, указывающую на то, какие процессы будут обратимыми, а какие нет. Кубик льда растает в горячем кофе. Содержимое яйца не втечет обратно. Только состояние равной энтропии и энергии могут быть обратимо обращены одно в другое. И такая обратимость, пусть в основном теоретическая, когда-то привела к открытию термодинамических процессов вроде цикла Корно, указывающих на пределы эффективности превращения тепла в работу в замкнутых системах с изменяющимися давлениями и температурами. В какой-то степени именно это позволило запустить промышленную революцию со всеми вот этими вот заводами, с холодильниками, трубками и нагревателями. Прелесть второго закона состоит в том, что он применим к любой макроскопической системе независимо от ее микроскопического состояния. И кстати, к таким микроскопическим состояниям может относиться и квантовая запутанность. В квантовых системах это квантовое состояние, позволяющее отдельным элементам иметь общие характеристики. Интересно, что у квантовой запутанности есть много общего с термодинамикой. Ученые обнаруживают признаки, так сказать, квантовой энтропии, которая как минимум в идеализированных и изолированных квантовых системах играет роль термодинамической энтропии. Целясь в практическое применение знаний для квантовых вычислений, ученые задались вопросом, а может ли квантовая запутанность быть всегда обратимой, как это случается в термодинамике или по аналогии с циклами Корно, хотя бы в теории. Такая обратимость должна была бы выполняться даже для зашумленных, то есть не идеально изолированных систем. Было вынесено предположение, что второй закон запутанности мог бы быть выражен в едином уравнении, объединяющем величину квантовой энтропии и протоколы управления этой квантовой запутанностью. Не возьмусь подробно описывать эксперименты, которые проводили ученые, чтобы проверить это предположение. Вкратце, они создавали особое квантовое состояние, очень дорогостоящее в плане квантовой запутанности. При его создании неизбежно теряется часть запутанности, вложенной в это состояние, и эта запутанность не может быть восполнена. Выходит, что трансформировать такое состояние в какое-то другое и обратно-назад невозможно как раз из-за этих потерь. К слову, существование подобных квантовых состояний раньше не наблюдалось. Итог таков. Никакого, так сказать, второго закона запутанности не обнаружено. Обратимости запутанности в любых состояниях быть не может. Если только, конечно, эти состояния не создают запутанность самостоятельно. Но это уже читерство. Это как повышать градус алкоголя в уже закупоренных бутылках. А это значит, что теории термодинамики и квантовой запутанности управляются на совершенно разных принципах. И получается, что квантовая запутанность сложнее, чем ее представляли ученые, и, вероятно, хранит в себе больше возможностей для нас. Лучшей новостью предыдущего выпуска вы признали новость про то, что внутреннее ядро Земли остановилось в 2009 году, а затем продолжило свое вращение в противоположном направлении. Новость вызвала много споров в комментариях. Некоторые комментарии заявляли, что эта новость нонсенс по двум основным причинам. Позвольте пройтись по ним. Первая причина. Якобы из-за остановки внутреннего ядра исчезло бы магнитное поле, и мы бы все умерли. Это не так, поскольку основным источником главного магнитного поля Земли является внешнее ядро, а не внутреннее. При высоком давлении железа теряет свои магнитные свойства, однако только до тех пор, пока к нему не добавляют никеля, который присутствует во внешнем ядре. Вторая причина. Якобы неправильное прочтение статьи, в котором не было ни слова про смену направления вращения, и иначе бы мы все умерли. Однако, выделенный фрагмент в абстракте статьи, на которую мы ссылались, говорит буквально следующее. Новый характер сейсмических волн похоже связан с постепенным разворотом внутреннего ядра относительно мантии, являющимся частью примерно 70-летнего цикла. Так что, раунд. Ну что ж, а на этом на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Мне будет приятно, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями, поставите ему лайк и напишите комментарий. Как обычно, проголосовать за самую интересную новость выпуска можно в нашем телеграм-канале, все ссылочки будут в описании. И если вы еще не подписались на Кверти, то самое время сделать это. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok